Подписывайтесь на наш второй проект Мир Тайм. Неразгаданные тайны и уникальные случаи со всего света. Судить о том, насколько умным является человек, дело весьма субъективное. Определяется ли это по коэффициенту интеллекта или все дело в достижениях? Около 50% людей обладают уровнем IQ от 90 до 110. 2,5% людей являются умственно отсталыми при IQ ниже 70. Также 2,5% людей превосходят большинство по уровню интеллекта с IQ выше 130, а 0,5% считаются гениями с IQ выше 140. Хотя споры на тему того, кого считать умным, наверное, никогда не утихнут, вряд ли кто-то поспорит с тем, что этих людей можно назвать одними из самых умных людей в мире. Вот 10 самых умных из ныне живущих людей. Стивен Хокинг. IQ 160. Это, наверное, один из самых известных людей из этого списка. Стивен Хокинг стал известен благодаря своим прогрессивным исследованиям в области теоретической физики и другим работам, объясняющим законы Вселенной. Он также является автором семи бестселлеров и обладателем 14 наград. Ким Ун Йонг. IQ 210. Ким Ун Йонг – это вундеркинд из Кореи, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого высокого коэффициента интеллекта в мире. В возрасте двух лет он свободно владел двумя языками, а к четырем уже решал сложные математические задачи. К восьми годам он был приглашен NASA для обучения в США. Пол Аллен. IQ 170. Соучредитель компании Microsoft является, безусловно, одним из самых успешных людей, который превратил свой ум в богатство. При состоянии, оцениваемом в 14 миллиардов долларов, Пол Аллен находится на 48-м месте в списке самых богатых людей в мире, являясь владельцем множества компаний и спортивных команд. Рик Роснер. IQ 192. При таком высоком коэффициенте интеллекта вряд ли вам придет в голову, что этот человек работает телевизионным продюсером. Однако Рик – необычный гений. В его послуженном списке упоминается работа стриптизера, официанта на роликовых коньках и натурщика. Гарри Каспаров. IQ 190. Гарри Каспаров – самый молодой, бесспорный чемпион мира по шахматам, который стал обладателем этого титула в 22 года. Он удерживает рекорд по самому продолжительному удерживанию звания игрока по шахматам номер один в мире. В 2005 году Каспаров объявил о завершении спортивной карьеры и посвятил себя политике и писательству. Сэр Эндрю Уайлз. IQ 170. В 1995 году известный британский математик Сэр Эндрю Уайлз доказал великую теорему Ферма, которая считалась самой сложной математической задачей в мире. Он является обладателем 15 наград в области математики и науки. Юдит Полгар. IQ 170. Юдит Полгар – венгерская шахматистка, которая в 15 лет стала самым молодым гроссмейстером в мире, превзойдя рекорд Бобби Фишера на месяц. Ее отец обучал ее и сестер шахматам дома, доказав, что дети могут достичь невероятных высот, если начинать обучение с самого раннего возраста. Кристофер Херата. IQ 225. В возрасте 14 лет американец Кристофер Херата поступил в Калифорнийский технологический университет, а в 16 лет он уже работал в НАСА над проектами, связанными с колонизацией Марса. Также в возрасте 22 лет он получил звание доктора наук по астрофизике. Теренс Тао. IQ 230. Тао был одаренным ребенком. В возрасте двух лет, когда большинство из нас активно осваивали ходьбу и речь, он уже выполнял основные арифметические действия. К 9 годам он посещал математические курсы университетского уровня и в 20 лет получил степень доктора в Пристонском университете. В возрасте 24 лет он становится самым молодым профессором в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. За все время он опубликовал более 250 научных работ. Джеймс Вудс. IQ 180. Американский актер Джеймс Вуд был блестящим студентом. Он поступил на курс линейной алгебры в престижный Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, а затем был зачислен в Массачусетский технологический институт, где он решил оставить изучение политики ради актерства. На его счету три премии Эйми и две номинации на Оскар. Мужчина читал книгу и умер. Что произошло? Субтитры создавал DimaTorzok